Жительница посёлка Настен-Ярве Марина Величко вспоминает, как неожиданно пришла новость об эвакуации. Сидела дома спокойно, в полной уверенности, что страшно, да, может прийти в посёлок. Но какая-то уверенность была, что всё спасут. Но пока не пришёл молодой человек из МЧС или откуда, сказал, что надо эвакуироваться, тогда начинается паника. Эвакуация началась, когда огонь подошёл вплотную к посёлку и началось сильное задымление жилых секторов. Времени терять было нельзя. «Схватали всё, что можно на первое время, вещи, документы, всё с собой, машину. И ехали, такое ощущение, что было конец света какой-то, вот как фильмы показывают». Кто-то ехал к родственникам и друзьям, кто-то в пункты эвакуации – школы в Суаярве и Лах-Калампе. В самом посёлке Настен-Ярве школа тоже стала сосредоточием жизни. «Средняя школа посёлка Настен-Ярве на время стала пожарным штабом. По коридорам ходят сотрудники МЧС, в холле разложен инвентарь для тушения пожаров. Спальное расположение находится в спортивном зале, а в школьной столовой – продовольственный склад». В столовую возвращаются после смены те, кто занят тушением пожара, за горячим питанием и свежими новостями. Тут же лежат продукты, которые привезли волонтёры – консервы, бутилированная вода, крупы и чай. Активисты добровольческого центра помощи пожарным регулярно отвозят гуманитарный груз в Настен-Ярве и другие горячие точки. Помощь поступает от жителей республики, предпринимателей и даже крупных организаций. Средства идут и на закупку инвентаря для тушения пожаров – распылители, перчатки, маски. Ведь несмотря на то, что огонь вблизи посёлка остановлен и жизнь местных жителей нормализуется, вокруг деревни до сих пор появляются очаги возгорания, а в соседних лесах круглосуточно дежурят волонтёры. «Ситуация более-менее стабилизировалась. Отдыхать ещё, можно сказать, рано, но можно чуть-чуть передохнуть. Посёлочки отбиты. Люди, я думаю, немного успокоились. Мы пережили самое страшное». Сейчас жители Настен-Ярве возвращаются в свои дома. Пожары остались где-то далеко в глубине леса. Их патрулированием и ликвидацией занимаются специалисты. Привычная жизнь посёлка налаживается. Илья Лопухин, Владислав Петров, Суаярский район.